здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в третьем уроке видео курса настройка сложного шаблона landing page от а до я и мы продолжаем разбирать меню и сейчас мы рассмотрим настройки меню какие у нас есть в админской части переходим значит в админку своего сайта заходим внутрь шаблона и переходим главное меню здесь имеется вот такие вот настройки и давайте их сейчас будем рассматривать первая настройка сразу хочу сказать если вы не будет наводить мышку вот так вот на сами вот эти вот поля то будут всплывать подсказка с машинным переводом но более-менее по смыслу можно понять а что здесь написано и первое вот это главная настройка если мы кликнем по стрелочке у нас есть только один здесь еще вариант что нам дает сейчас меню у нас находится под логотипом это видно если мы выберем тот второй вариант то вот это меню перенесется на уровень с логотипом будет находиться и сместиться в правую часть соответственно когда вы здесь потом набросаете кнопок всевозможных страниц они будут вот так вот двигаться 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 и все равно будут на уровне с логотипом давайте посмотрим выбираем нажимаем сохранить обновляем страницу наше меню как вы видите перенеслось правую часть и стала на уровне с логотипом еще у вас сработает такая настройка переходим вот в это нижнюю вкладку и вас автоматически вот так вот выставиться боксы то есть будет иметь макет страницы не резиновые вот мне на всю ширину а он будет иметь размер по умолчанию 1200 пикселей мы позже вернемся к этим настройкам и поговорим то есть у вас скорее все будет вот так в принципе можно оставить сразу тут уже на ваше усмотрение смотрите как лучше а вернемся к настройкам главного меню а второе у нас это пункты меню он у нас один здесь выбрать ничего нельзя да кстати давайте вернем меню в исходное положение изначально в этом шаблоне а у нас меню закрепляется там где изначально разработчик прописал это и разработчик нам дает возможность выбрать а собственную позицию модуля меню если это необходимо то есть если нам нужно где-то в другом месте в другом в другой позиции модуля разместить наше меню то вот в этой опции выбираете меню нижнее модуль с позицию и в подсказке написано и если вы перейдете в документацию данного шаблона вот этот пункт меню здесь сказано вот меню топ меню поз это позиция модуля тоже здесь показано вот видим на скриншоте переключения для пользовательской позиции модуля вы можете здесь переключить я не вижу смысла здесь куда-то меню двигать это если вам нужно то вы теперь знаете как этим меню можно управлять переключив вот здесь меню модуль позицию следующие уровни показать ли все уровни здесь нужно оставить все как по умолчанию идем дальше прокручиваем страницу ниже и все последующие которые вы сейчас видите элементы смотрите они не управляемы если я навожу сюда мышь видим вот такой знак стоп чтобы их активировать если это нужно это всевозможные настройки отступы и так далее это также управляется здесь это потому что у нас стояла вот эта модульная позиция на наше усмотрение умолчание у нас вот так 2 2 пункта если мы его выбираем наши вот эти все активизируются и мы можем здесь контролировать но также здесь можете просто навести мышку чтобы увидеть подсказку из подсказки видно что эта ширина не повлияет на наше с вами мега меню так как мы помните с вами выставили ширину выпадающего вот здесь 600 поэтому вы здесь изменения не увидите хоть какое здесь значение мест не поставить то есть это будет влиять на меню где вы не используете мега меню который мы с вами проходили в прошлом уроке я сейчас перешел в дыма quick start который вы тоже должны были установить чтобы наглядно вам все-таки показать что что и где отображается вот здесь я выбрал пятьсот двадцать и смотрите видите вот эта ширина вот это вот эта ширина ширина меню здесь вот наглядно видно я возвращаю здесь 220 здесь тоже можете посмотреть почитать я выставлял разные вариации здесь я не увидел изменений вот но вот следующие поля вот этот интересно смотрите стоит у нас 10 например ставим 90 обновляем страницу навожу на меню и видите как она всплывает низко то есть не доходя до уровня у нас идет 10 а пикселей также если вы увидите вот еще под меню видите вот вот всплывает еще одно вот вот это расстояние вот это расстояние между ними видите тоже 10 пикселей это управляется полем ниже то есть вот здесь если вам нужно здесь больше расстояние или меньше вы его здесь выставляете и если вам нравится смотрите эффект появление меню он тут появляется как бы снизу вот видите в дыма как бы снизу то есть здесь он просто проявляется если вам нравится эффект такой то вот это поле типа анимации кликаем сюда и у нас есть тут две вариации и это можете поиграться посмотреть но этот эффект он вот он 2 давайте сохраним и посмотрим вот видите теперь меню у нас выезжает как бы снизу очень красивый эффект следующее поле это скорость анимации скорость перехода по умолчанию я считаю это нормальная скорость то есть эта скорость вот этого появления если вам нужно меньше или больше также здесь можете выставить и последняя настройка в данной вкладке настроек где вы хотите чтобы меню не выводилась то есть вот это меню на каких страницах чтобы не выводилась мы с вами только начали у нас нету никаких страниц но вы будете иметь ввиду здесь нужно будет отметить галочкой там где вы не хотите чтобы меню выводилась соответственно здесь смысла нет выставлять галочки у нас тут по сути даже и не меню а просто модули да то есть имеется ввиду вот тут если у вас будут какие-то страницы вы сможете если это нужно конечно как правило меню выводится всегда на всех страницах везде здесь например можно будет дайте что убрать мы потом будем здесь проходить якоря вот на главной странице чтобы например прокрутить до нужной части сайта следующий будет якорь а следующий будет другая страница и вот например на другой странице отображать якорь не не будет смысла так как якорь будет прокручивать нам только на главный то есть он нам нужен будет только на главный соответственно на другой странице вот такие якоря а можно как раз будет прятать здесь вот здесь в принципе это может пригодиться и давайте теперь рассмотрим как вывести вот такое вот меню вот такой вот меню сбоку на странице документации также вы можете ознакомиться вот этот пункт меню почитать вот здесь вот как все устроено здесь все понятно давайте проделаем смотрите сейчас посмотрим как пользоваться нам куикстартом посмотрите мы можем просто подглядеть как в подсказку да вот сейчас передо мной демо данные вы заходите в админку демо данных данного сайта с данным шаблоном заходите в менеджер модулей и нам нужен модуль меню который находится в позиции of canvas здесь вот слева выбираем выбор позиции отсортируем до вот видите of canvas клик и и в этой позиции у нас лишь один модуль of canvas давайте зайдем внутрь и посмотрим как он устроен это обычный модуль меню стандартные при джумле а просто он расположен специальной модульной позиции и здесь нужно кое-что настроить сразу же я вам советую чтобы удобнее быстрее в одной вкладке браузер у вас открыта админка а демо сайта а в другой вкладке браузера открыта страница админки ваши чистый джум где вы делаете а вместе со мной а лендинг пейдж и сразу смотрим лево здесь у нас май меню начальный уровень 1 последний уровень 10 показать под пункты меню да и сразу же я вам предлагаю зайти в вашу админку в чистом в чистый джум ли вашей до менеджер модулей у вас здесь уже по умолчанию есть май меню в позиции 7 этой позиции вообще нету в данном шаблоне это стандартный шаблон заходим в май меню и также здесь смотрите какие настройки были выбраны можно в принципе все оставить сразу модульную позицию здесь выбираем ищем давайте самый верх вот начинается наш шаблон ищем of cameras вот эта данная позиция выбираем ее здесь заголовок скрыть показать наверное лучше скрыть я перешел в админку quick start а демо демо данных наших привязка к пункту меню на всех страницах права доступа дополнительные вот смотрите дополнительные параметры важный момент нам нужен видите здесь и суффикс класса меню вот он как тут выглядит вы его целиком копируйте и давайте его вставим к нам суффикс класса меню вот таким вот образом смотрим следующую вкладку здесь у нас ничего нет и нам нужно вот следующая вкладка как показано в документации здесь выбран видите аккордеон вот это вот следующий да можно конечно здесь поиграться по выбирать но давайте пока сделаем как сделано в демо данных переходим в нашу админку нашего рабочего сайта переходим на последнюю вкладку и у нас тут default и мы выбираем то что доктор прописал нажимаем сохранить и так переходим на фронтальную часть сайта обновляем страницу и у нас ничего не происходит здесь ничего не отображается почему это произошло а если мы возьмем демо сайт то в данном примере вот это вот иконочка это сделано в качестве просто демонстрация то есть шаблона то есть человек разработчик который продает данный шаблон он делать демонстрацию возможности данного шаблона и вот эта иконочка через какое бы устройство мы не зашли компьютер планшет или телефон она всегда будет здесь показано что такое of canvas вообще это меню предназначена для мобильных устройств шаблон определяется какого устройства заходит человек и видит что человек зашел с мобильного устройства и показывает ему вот такую в эту коночку это мобильное меню вообще здесь она выведена другим модулем сейчас я вам продемонстрирую если вам интересны и вы хотите сохранить такое меню то есть например вам не нравится вот это вот меню его можно отключить и оставить только вот такое меню вы должны знаете это как это включается а вообще в настройках сказано вот об этом of canvas переходим в админку нашего шаблона и вот это вот расширенные настройки и здесь есть вот такая вкладка смотрите есть мы наведем из описания а я вот что понял по сути of canvas меню оно должно отображаться только тогда когда а человек зашел с мобильного устройства то есть на компьютере вы по сути не должно быть видно понимаете но тут в подсказке сказано если вы хотите постоянно чтобы отображалась данное меню то вы ставите единицу вот смотрите давайте попробуем ставим здесь один и нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу но она у нас появится не здесь а смотрите здесь плохо вот видно но вот здесь вот в углу слева появилась точно такая же иконочка кликнув по нему мы видим вот это наш главное меню дублируется да то есть сейчас поставить единичку мы сказали а значит мы хотим постоянно ведь вот такое вот меню здесь давайте возвращаем назад 979 пикселей сохраните закрыть и давайте я вам сейчас покажу как вывести вот здесь вот меню справа кстати его можно будет также а не обязательно справа можно слева делать отступы смотрите как об этом можно узнать заходим в демо данные то есть демо данные которые вы должны были установить в шаблона переходим менеджер модулей и списке модулей мы ищем 1 html модуль также чтобы вам так было проще давайте отсортируем выбор типа html код вот здесь видно тип да и смотрим по заголовку смотрите здесь есть такой в демо данных вот такой of canvas меню триггер то есть вот за счет только вот этого просто модуля там есть некий код который позволяет вывести как вот здесь в демо данных вот такую коночку с нашим меню если вам она нужна но смотрите есть мы зайдем внутрь мы здесь ничего не увидим если мы зайдем в html тоже пусто просто потому что наши джума с вами режет код необходимы нам чтобы нам его подглядеть выходим из модуля этого идем система общей настройки давайте отключим редактор сейчас редактора по умолчанию тему тени мыс кликаем вот по этому редактору и выбираем редактор без редактора сохранить и закрыть менеджер модулей возвращаемся находим тот же модуль of canvas и смотрите когда редактор отключен у нас есть вот тут вот такой вот код а вы его целиком копируйте и давайте сейчас аналогичный модуль создадим на нашем рабочем сайте чтобы получить ту самую заветную иконочку вот это вот of canvas меню целиком весь код копируем на нашем рабочем сайте нам понадобится специальный плагин который нам позволит чтобы система не резал код зайдите в дополнительные материалы если вы не знаете есть одно набор конторы вот такой плагин sourcer если я правильно произношу 449 устанавливать плагины здесь вы умеете он устанавливается по принципе из коробки устанавливаете его и он готов к работе устанавливаете данный плагин значит после того как вы установили плагин возвращаемся значит менеджер модулей и создаем обычный html модуль значит заголовок скрыть у нас позиция header 1 в демо для данного для данной иконки меню of canvas то есть сейчас мы выводим с вами именно то что в демонстративных данных вот этого вот это вот иконочка она находится не of canvas а вот та иконка которая здесь по умолчанию включается которая должна появляться только на мобильных устройствах да то там а вы должны установить обычный вот этот модуль меню в позицию of canvas так выбираем значит header 1 заголовок скрыть назовите его как хотите после того как вы поставили плагин который вам сказал у вас вот здесь вот появится такая кнопочка вставить код вот с помощью неё мы будем вставлять любой код чтобы нам система его не резала так давайте посмотрим какие настройки еще нужно произвести переходим в демо данные принципе давайте сразу этот код вставим нажимаем на кнопку вставить код вот это лишнее удаляем и между вот этими source source между вот этими вот тегами мы вставляем данный код и нажимаем кнопку вставить все здесь все просто код вставили здесь ничего делать больше не нужно возвращаемся в демо и давайте походим по вкладкам значит где отображать на всех вкладках выбирайте да нет на ваших страницах права доступа здесь мы ничего не трогаем основные параметры мы ничего не трогаем дополнительные параметры и вот здесь смотрите есть суффикс класс такой специальный да мы его целиком копируем возвращаемся на наш сайт также его вставляем нужное место суффикс с с класс модуля возвращаемся в демо сайт переходим на следующую последнюю вкладку и вот здесь вот видите как выбрана отображать иконку с право здесь делаем то же самое появляется новое поле это 50 пикселей это отступ от края давайте поставим 50 и посмотрим и в принципе здесь больше никаких настроек нет нажимаем сохранить модуль успешно сохранен идем на сайт обновляем страницу видно что у нас иконка появилась и у нас нормально отображается наши с вами меню также вот это отображение можно управлять давайте посмотрим значит смотрите если мы выставим вот сейчас слева и и поставим здесь например 100 отступа посмотрите откуда откуда у нас происходит отступ обновляем страницу видно что иконка у нас вот это мы не выключили надо поставить вернуть чтобы ее не было вот пожалуйста видите у нас теперь сама иконка отображается слева но выезжает все равно справа вот это наше меню да вот так что здесь смотрите нужно вам не нужно вот это вот я оставляю вот так сохранить и закрыть возвращаемся шаблон смотрим что там не так у нас почему нас не сохранилось 979 пикселей нажимаю сохранить сейчас должно сохраниться смотрим иконка пропадет или нет все у нас иконка здесь пропала здесь сами смотрите оставлять или нет так давайте здесь закроем то есть вот эта иконка которую мы сейчас вывели с вами html кодом модуля она не имеет отношения к of canvas именно позиции меню да она выводится здесь вот таким вот образом как мы с вами вывели в демо сейчас но и она отображаться будет всегда откуда бы вы ни зашли как правильно лучше сделать как я вам говорил вот здесь вот слева она выводится 979 пикселей в настройке шаблона думаю что будет правильно оставить ее там то есть решать вам как как здесь лучше поступить я надеюсь урок для вас был полезен на этом я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем я